Какие уроки вы усвоили на собственном горьком опыте в подростковом возрасте? Если вы познакомились с девушкой в интернете, и она целых два года придумывает все новые и новые отмазки по поводу того, что ее веб-камера и микрофон не работают, и что у нее нет телефона, это парень. Будьте осторожны с людьми, с которыми знакомитесь через интернет. Когда мне было 14 лет, я познакомилась в интернете с парнем, он добавил меня в МСН. Мы общались почти каждый день. Он начал флиртовать, писать, что я симпатичная. Поначалу мне это нравилось, я даже немного влюбилась в него. Затем он начал просить меня прислать ему фотографии моей маленькой симпатичной задницы и умолять встретиться с ним. Это испугало меня, и я закончила общение. Прошел год, и я увидела его фотографию, размытую, но я знала, что это он, в газете. Ему предъявили обвинение в изнасиловании двух девушек, которых он держал в плену два дня. У меня было такое чувство, что меня ударили в живот, мне пришлось как можно скорее сесть. А еще ему было 22, а не 18, и в его компьютере нашли около 20 гигабайт видео с несовершеннолетними. Что бы ни говорили ваши кореша, бездомный мужик, который живет в заброшенном пабе, совсем не крутой чувак. Где-то пять лет назад я всегда оставлял открытым окно моей спальни, расположенной на первом этаже, когда уходил из дома. Я всегда забывал закрыть его. Моя мачеха постоянно говорила мне, что если я не начну закрывать окна, то нас ограбят. Я снова и снова обещал, что не буду забывать об окне, но продолжал оставлять его открытым. В итоге, как-то раз я снова не закрыл окно. Вернулся домой и увидел, что моей приставки Xbox нет на месте, а кабель HDMI все еще торчит из задней панели телевизора. Я спросил у брата и мачехи, они сказали, что понятия не имеют, где приставка. Я пришел к выводу, что меня определенно ограбили. В этот момент я уже чуть не обосрался. Отошел в задний конец сада и позвонил лучшему другу, чтобы рассказать, что случилось. Затем я позвонил в один из ближайших ломбардов, чтобы узнать, не принес ли им кто-нибудь Xbox. Люди в наших краях глупые, и когда они воруют что-то, то сразу несут в ближайший ломбард. Но никто ничего им не принес. Когда я вернулся домой, молясь, чтобы ничего другого из дома не было украдено из-за моей глупости, моя мачеха стояла там, а Xbox лежал на столе. Она сказала, я не хотела этого делать, но может быть, испытав шок, ты усвоишь урок? С тех пор я вообще не открывал окно. В общем, когда мне исполнилось 17, я получил права, и мои родители подарили мне одну из своих машин. Я решил помыть ее, чтобы она выглядела круто, когда я подъеду к своим друзьям. Набрал воды в ведро, взял мыло и губку из кухни. Целых три часа тер каждый квадратный миллиметр поверхности машины. Сначала на машине появились следы, которые я принял за следы мыла или чего-то еще. Через несколько часов я наконец осознал, что в кухонной губке был металл, и я поцарапал всю машину. Моя тупость обошлась мне в тысячу баксов. Я не очень умный чувак. Как говорить, нет. В старших классах я нравилась одному парню, я не очень хорошо его знала. Он постоянно ходил за мной, дарил мне вещи и навязывал такой уровень близости, который меня не устраивал. Он был неуравновешен и угрожал причинить себе вред, если я отвергну его ухаживание. Он доставлял мне сильный стресс в течение нескольких недель и очень сильно пугал. Я думала, что однажды он сорвется. Никто никогда не говорил мне, что я не несу ответственности за него, что я могу просто отказать ему. Многие люди говорили мне, что если я откажу ему, я должна сделать это максимально деликатно. Я бы никому не пожелала такого ощущения загнанности в ловушку и бессилия. Иногда ваши родители на самом деле знают лучше, чем вы. Даже если в то время вы думали, что вы правы, на самом деле вы просто вели себя глупо. У меня был один из родителей, и я могу говорить только за себя. Но мой папа всегда был прав. Не знаю, откуда он знает так много, но он всегда прав. Он никогда не говорит то, чего не знает, и не говорит того, что знают все. Но когда он что-то говорит, его лучше слушать. В детстве я считал его самым умным человеком на планете. В подростковые годы я считал его деспотическим диктатором, который указывал мне, как я должен жить. Я думал, что он тупой и ничего не понимает. Теперь, когда я взрослый, я считаю его наставником и другом. Мой папа всегда говорил мне, что знания даются дорого, и я всегда полагал, что он имеет в виду плату за образование. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Чтобы чему-то научиться, нужно сильно облажаться. За знания приходится платить. Мне было 14 лет, у меня были хорошие оценки по английскому, хотя мне никогда не казалось, что меня как-то выделяют. Я определенно не был одним из тех парней, которые рано расцвели. А еще я был немного полноват. Может быть, учительница немного выделяла меня, потому что я был в какой-то степени уязвимым ребенком из не очень благополучной семьи. Через несколько недель у меня появились проблемы с левой почкой, я больше не мог ходить в школу, а спустя какое-то время я едва находил возможность учиться самостоятельно. Позже я вернулся в школу и попросил учительницу уделять мне дополнительное время, чтобы изучить те темы, которые я пропустил. Из вежливости и доброты она согласилась на мое предложение и учила меня две недели. За это время я успел влюбиться в нее и думал, что тоже нравлюсь ей, был очень уверен в этом. Ей было всего 26 лет и она была очень красивой. После экзаменов я встретился с ней в школе, мой ритм биения сердца, наверное, дошел до 160 ударов, и я решил, наконец, признаться ей, что очень ее люблю. Но как только я сделал ей предложение, я увидел ее мужа позади нее. Можете представить, что я чувствовал после этого? Не полагай, что все люди твои друзья. Будь осторожен в том, что ты им рассказываешь. Они могут лишь притворяться, что добры к тебе, и передать все твои секреты другим, даже не задумываясь, чтобы просто посмеяться над тобой. Что твои родители такие же долбанутые люди, пытающиеся научиться уму-разуму на своем опыте, как все другие люди. Я когда-то думал, что в моих родителях есть некое величие, что они привиты от дерьмовых жизненных обстоятельств и неразрешимых личностных проблем. Когда я повзрослел, не знаю точно, когда это произошло, я понял, что они такие же, как все остальные. Они те супергерои, коими я их считал в детстве. Как распоряжаться деньгами? Выросла в семье, где никогда не обсуждали финансовые вопросы. Когда мне исполнилось 19, я получила свою первую кредитную карту. Через 5 лет я была должна банку 40 тысяч долларов. Ни разу не просрочила дату выплаты, и сейчас я очень близка к тому, чтобы полностью освободиться от долга. Когда у меня будут дети, я определенно начну обсуждать с ними финансовые вопросы, как только они станут подростками. Если хочешь тайком выбраться из дома и уехать на машине, сначала переключись на нейтралку, затем выкатим машину на подъездную дорожку, а затем на дорогу. Определенно, не стоит заводить машину на подъездной дорожке, по ошибке включать фары, начинать паниковать и жать на автомобильный гудок. Взрослым нельзя доверять, особенно тем, кто работает в системе образования. Больше всего запомнился такой случай. Знаете подростков, которые проходят через фазу, когда они относятся презрительно ко всему и ведут себя как альфа-самцы к месту и не к месту? У меня аллергия на арахис, и один из моих одноклассников сказал, что намажет на свой шланг арахисовое масло и изнасилует меня. Рассказала об этом учителю. Учитель сказал, что одноклассник просто флиртует со мной и что я нравлюсь ему. Не делай ничего с внутренними запчастями компьютера, пока он включен. Не работай под капотом автомобиля с заведенным мотором, если только ты реально не разбираешься в том, что делаешь. Раз уж об этом зашла речь, вообще не открывай капот автомобиля, если ты не разбираешься в этом. Не работай с электрическими приборами в доме, не убедившись наверняка, что электричество отключено. Не покупай автомобиль или фургон с ужасно большим расходом топлива в качестве своей первой машины. Ты пожалеешь, когда надо будет ехать на далекие расстояния, но не сможешь из-за высоких расходов на топливо. Съезжать с пандуса или выступа на велосипеде кажется отличной и веселой идеей, но на самом деле чаще всего это ужасная идея. Газировка – это не замена воды. У тебя появится обезвоживание, твой разум и тело будут функционировать ужасно. Не выбрасывай компьютер из-за того, что он начал тормозить и, по твоему мнению, сломался. Проблемы с компьютером чаще всего незначительны и поправимы. И обычно это проблемы с софтом, а не с железом. Их можно устранить даже самостоятельно. Подумай, в какой части дома ты проводишь больше всего времени и сделай так, чтобы это место стало максимально расслабляющим, уютным и спокойным. Кувыркаться в машине на стоянке рядом с общественным парком незаконно, даже если у вас внедорожник с тонированными окнами и вы заперли двери на замок. Полиция все равно может постучать в окно и посветить фонариком, чтобы понять, почему машина раскачивается в разные стороны. И они обязательно это сделают. Слышали такие истории о том, как парней обвиняли в изнасиловании после того, как они проводили ночь с девушками по обоюдному согласию? Я на горьком опыте узнал, что такое может произойти с кем угодно. К счастью, я так и не был арестован официально. Я смог доказать свою невиновность с помощью сообщений в мессенджере. Когда я учился в восьмом классе, один одиннадцатиклассник, с которым я играл вместе в футбол, начал общаться со мной. Мы немного сблизились, и он начал просить меня прислать ему фотографии моего шланга, чтобы сравнить размеры. Не беспокойтесь, я не стал этого делать. Это произошло примерно через три года, он к тому времени уже окончил школу. Я счел это странным, и хотя продолжал считать его другом, начал общаться с ним намного реже. Чуть позже, тем же летом, я сидел в ресторане мексиканской кухни с двумя друзьями, и один из них показал статью о том, что тот чувак совратил двоих парнишек. Мораль истории – не дружите с парнями старше себя. В бизнесе и прочих вопросах, связанных с деньгами, нет такого понятия, как друг. В старших классах я был участником небольшой музыкальной группы с друзьями. Это были такие друзья, с которыми я дружил, образно говоря, чуть ли не с пеленок. Они прозинамили меня ради парня, с которым только познакомились, потому что он был неприлично богат, и у него были все нужные инструменты. Что меня утешило в этой истории? Группа распалась через три месяца после моего ухода. Карма та еще, стерва. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наше похожее видео, которое вы видите на экране. А какие уроки вы усвоили на собственном горьком опыте? Пишите в комментариях. Возможно, мы опубликуем вашу историю отдельным постом на нашей вкладке сообщества. Всем удачи и до завтра!